приветствую всех на своем канале сегодня у нас очень интересное видео этих миничек нужно пересадить так как они растут в торфяных стаканчиках а их нужно освободить от торфяного стаканчика и чтобы они продолжали свой рост и чувствовали себя вполне приятно я их продержала в таких условиях двое суток чтобы они адаптировались к моим условиям и теперь пришло время вытащить их из горшочка распространять распотрошить корни посмотреть в каком они состоянии из-за чего их уценили посмотреть это тоже интересный вариант потому что такие прекрасные орхидеечки а их уценили сейчас скажу по какой цене их поставили продавать 50 гривен а какая причина я не знаю но сейчас мы будем с вами все это выяснять посмотрим корневую и может быть придем к общему выводу по какой причине их уценили смотрите какая красивая замечательная орхидеечка это мультифлор очка она многоцветковая смотрите сколько она выпускает много цветоносиков это любительница подсвести а вот посмотрите чего ее уценили будем смотреть смотрите корневая шеечка подчернела чуть-чуть немножечко смотрите как волоски это на ней клещик прополз вот видите как паутиночка паутинный клещ видите надо ее обязательно обработать от паутиного клеща потому что так оставить она полностью загниет и это тоже смотрите черная черная что-то появилась гляньте нет никаких орхидей не было я покупаю реанимашки но такие экземплярчики не попадали смотрите тоже какая красивая замечательная орхидеечка белоснежка их решила посадить в один горшочек и такое сочетание букетика будет ну конечно потравим этого клещика все потравим все будет у них хорошо для начала вымем из горшочка для начинающих любителей это немножко сложно а для тех кто уже вынимал орхидейки из горшочка это не так уже сложно я расскажу подробно для начинающих нужно обжать горшочек со всех сторон перевернуть держать за корневую шеечку и как бы вот так немножечко прижимая и вытаскивая из горшочка посмотрите сколько на ней ползает букашек покажу ведь ее надо обязательно протравить видно от избытка влаги на этой орхидеи появилось очень много всяких насекомых вредителей внутри они прям ползают аж кишатит или подур или что-нибудь я не буду разбираться в данном случае у нас не про насекомых сегодня а просто пересадочка пересадочку мы выполняем легко не спеша чтобы не повредить кам корневую систему корешочки которые есть вот видите чуть-чуть захватила могла бы повредить а так нужно не спеша и вынимать этот торфяной стаканчик это все мы выбросим это не нужно держать или можно снять я думала я их распотрошу и сразу же посажу в землю и будет у них все хорошо наверное сажать не будем так как здесь очень много черноты поддержим над водой их не в воде а над водой и посмотрим что у них будет дальше протравим их и посмотрим как они будут себя чувствовать и в каком состоянии будет корень корешочки сейчас доберемся до основных корешочков внизу корешочки очень хорошо себя чувствует вот этики зелененькие сплетены так хорошо сейчас мы их распутаем они приросли хорошо тут двойной к стаканчик так как был маленький а потом ее пересадили второй торфяной стаканчик ну может кокосовый я не буду утверждать что именно торфяной может кокосовый стаканчик и сейчас мы ее уже заканчиваем потрошить затем второй раз раз потрошим и оставим на время ее в водичке на водяной системе вот эти вот чешуйки надо почистить это все убрать так как если орхидейку так оставить таком состоянии она может у вас погибнуть уже было много случаев к это новый замочек у них них такие не попадались ой это просто сняла а эту тут приезжать куда а вот так просто чепуха вот смотрите какая орхидеечка на вид вроде бы здоровая хорошая орхидеечка но вот эти черные вот это черная на листочки мне не нравится но это протру как черный сажистый грибок лишь весь листочек то за ним надо следить но растущий листочек есть даже если его сниму то это надо почистить чешуечки обязательно так как они под этими чешуйками начнет проявляться гниль если на листиках уже даже грибок появился и будет подгнивать корневая шеечка а нам этого не нужно вот видите сейчас я увлеклась немножко и даже перестала говорить от удовольствия еще пинцет какой-то острый и не цепляет то что мне хотелось бы видите какая она черная но срезать корни я не буду корни на конце очень в хорошем состоянии только вот этот срежу вот корешочек почищу маленечко по чуть-чуть по чуть-чуть много чистить не буду секатором покажу вам что буду чистить это какой-то маленький растущий этот не буду чистить вот этот гнилой видите вот ниточка зачем она нужна не нужно ее прямо при основании вот так и срежу корневой здесь предостаточно системы поэтому нужно не бояться здесь надо срезать ниточку вот и возьму такой горшочек такой пластиковый обыкновенный чистый горшочек и так как я ее уже а под вы потрошила все сняла не нужно сейчас мы ее был препаратами обрабатывать я ее помещу просто в сухой горшочке и сейчас разберем с вами вторую орхидейку посмотрим какая корневая система у фиолетовой орхидейки как название орхидейки не знаю на горшочках нигде не пишется вот смотрите чистые горшочки а на ценниках было просто микс написано орхидейка микс ну так они их себе обозначают также сама прижимаем горшочек и не тянем а легонечко вынимаем этот горшочек из орхидейки а ну-ка смотрим здесь есть вредители здесь на это меньше вредители но здесь есть паутинный клещ вот тут вот прям ниточки вот волоски прям такие вот это все надо почистить но для начала снимем торфяной стаканчик этот более сухой вот ведь он наш обсыпается то все-таки кокосовое волокно это не торф ну такое коричневенькая а вот и паучок вот он ползет смотрите где его видела вот вот ведь черный но это не тот паучок что я думала его убьем просто это другой паучок совершенно паучка мы убили корни освободили теперь добираемся до корневой шейки корневая шейка начала чернеть но она в хорошем состоянии вам скажу смотрите сколько цветоносов было вот один цветоносик еще сейчас его срежу вот видите как господи мне телефон садится прямо аж пищит сейчас включу я подключила свой телефон к зарядному устройству и можно продолжать вот это надо срезать вот смотрите кусочек какой-то мокнущий и на концах он витя как обрубочек это я поснимаю зачем я тянуть силы в эти ненужные корешочки или цветоносики что здесь было по моему корешочки этот поломался но он длинный хороший так что здесь еще мы срежем так листику берем вот листик эти его просто снимаешь тут тоже что-то наподобие как мокнущая черная но пока она еще в хорошем состоянии она мне постоит еще на сухом обработанном в сухом обработанном горшочки и я за ней прослежу пускай еще постоит цветоносы срезать не буду этот листочек какой-то мог нащеветь что мне нравится снять его что ли давайте снимем так листочек как снимаем он хорошем состоянии но мне надо снять так как он начал приходить в негодность там что-то мне не понравилось листочек разрезаем и разрываем в разные стороны в эту видите какой она внутри черный чего мне не нравилось вот видите теперь вы сами увидели чернота какая нехорошая сейчас этой стороны но один листочек не спасет нашу орхидейку а так она подсохнет и можно будет ее обработать или максимом или еще другими препаратами максим очень хороший препарат у меня нравится и он хорошо подсушивает все места вот смотрите как хорошо и его обработала очистила и добралась до черноты видите этот цветоносик срезать не буду у нее корней много я сняла и она прям побелела если бы я оставила это место могло бы под листиком чернеть и испортилась так как листик начал быть мокнущий покажу вот видите его сняла и он как бы но цвет поменял а с внутри он весь черный и в таком состоянии лучше не оставлять так как под низом начинается гниль грибочек все вот этот корень я бы еще срезал ведь он у основания такой неприятного цвета у нее много корней срежу пусть меня зрители ругают но я его срежу он мне не нравится он на конце зеленый красивый но маленький а здесь вот эти черная прям чернота зачем не этот грибок дополнительный но он крепкий зелененький да но у нее много корней она переборет все восстановится у нее вот это бы срезать еще видите и не буду срезать я просто сниму чешуечку черную и оставлю ее в таком состоянии так как мы сейчас будем травить клещика вот 2 орхидеи чеки вместе я ставлю корни мыть не буду ничего мыть не буду это сделаем в следующем видео когда будет посадочка этих двух орхидеи чек а сегодня мы потравим еще клещика обработаем орхидеи чку от вредителей и на следующий раз будем высаживать эти прекрасные орхидеи это все уберем выбросим землю нам не нужно дорогие друзья я наверно сниму следующее видео обработку клеща я сейчас обработаю но мой телефон немножечко зарядится я сниму видео и обработаю но следующее видео вам покажу как я обрабатываю все в таком состоянии я оставлю на сутки не поливать ничего не буду просто обработаю и оставлю сейчас я буду продолжение видео снимать спасибо всем внимательно оставайтесь мы будем дружить вместе всего вам доброго а а а Субтитры сделал DimaTorzok